МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День добрый, Тимофей. День добрый, дорогой народ Екатеринбурга. И творческий директор фестиваля Маргарита Чувикина. Маргарита, здравствуйте. Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте, все телезрители. Ну что же, мы продолжаем говорить о вообще, в принципе, задумке, как вообще так случилось, что родился один фестиваль, он перетек в другой фестиваль, и как-то эта история вот все становится разнообразнее, масштабнее, затрагивает все больше и больше направлений, и становится таким, как вы говорили при нашей предыдущей встрече, синтезом различных искусств. Ну, без синтеза искусства мы просто убедились. Это невозможно. Мы занимались непосредственно изначально знаменным распевом. И, в общем-то, это наша была главная задача у нас и в храме, в котором я являюсь настоятельным храмом во имя иконы Божьей Матери Державной города Санкт-Петербурга. Прихожане запели знаменным распевом. Для многих это необычно, для многих, казалось бы, ну, как это возможно, потому что это, как мне как-то сказали, это элитарное искусство. Ничего подобного, дорогие друзья. Знаменный распев – это жизнь наших предков, и она реальная жизнь молитвенной, может быть, и сейчас. И для обычного человека, ну, обычного, который хочет молиться. Поэтому вот таким образом мы сначала, занимаясь знаменным распевом, не предполагали как-то что-то там глобальное делать, но естественным образом присоединился колокольный звон, естественным образом знаменный распев вырос на византийской культуре, в византийском распеве. Точно так же мы стали поддерживать и византийское пение. Ну, а каллиграфия, помните, в предыдущей передаче Маргарита Чувикина, сидящая рядом со мной, говорила о том, как тоже это все гармонично. И без синтеза искусств это просто невозможно как-то представить себя и представить в целокупности вообще церковное искусство. Поэтому фестиваль мы так и назвали – фестиваль церковного искусства. Поэтому, дорогие друзья, чем бы вы ни занимались, если вы будете верующим человеком… Ну, кстати говоря, вот вопрос культуры. Вопрос культуры. Вот это мое убеждение, Тимофей, человек верующий не может быть бескультурным. Вот еще есть такое «бес», кто-то делает акцент через буковку «С». Вот действительно, для меня бескультуре – это бесовское дело. Поэтому мы в целом занимаемся тем, что популяризируем нашу культуру, чтобы мы были культурными людьми, то есть культурными людьми, потому что культурный человек, с другой стороны, по мне, так и не может быть неверующим человеком. Вот какие-то моменты, может быть, Маргарита Олеговна дополнит? Да, мне тоже интересно про это рассуждать, потому что я была свидетелем того, как фестиваль перерастал из фестиваля именно знаменого пения в такой всероссийский фестиваль церковных искусств. Действительно, очень интересно за этим наблюдать. Интересно, как люди откликаются, как все это обрастает новыми интересами, новыми людьми. И все это происходит очень естественно. И мне, кстати, хочется сказать именно о людях, которые к нам присоединяются, потому что сам фестиваль, он именно как раз из людей состоит. То есть из людей, которые когда-то поддержали, когда-то проявили интерес. Очень много коллективов, которые вот так естественным образом вплелись в фестиваль и стали уже постоянными участниками. Вот мне как раз в плане мероприятий, которые проходят не только в рамках фестиваля «Истоки» в Екатеринбурге, но тем не менее в Екатеринбурге проходят. Хочется отметить грядущий уже прямо после завершения этого фестиваля... Имеется в виду «Истоки» в Екатеринбурге. Да, прямо после завершения фестиваля «Истоки» в Екатеринбурге концерт, который организует знаменный хор «Кантес». Он не так давно к нам присоединился, но уже стал постоянным участником. И даже регент этого хора участвует в нашем фестивале еще иным образом. Он участвует как часть школы знаменного пения, то есть которая организована... При фестивале у нас есть школа знаменного пения, и она проходит обучение. Это же наша школа. Да, и вот Дарья Копленко, которая является регентом этого хора, организует концерт в Екатеринбургской духовной семинарии. Это будет не просто концерт, а концерт-семинар. Знаменное пение в современной приходской богослужебной практике. И мне хочется отметить именно вот этот аспект, что это не просто концерт, а концерт-семинар. У нас был подобный опыт. В Москве у нас был концерт-мастер-класс Гринденко. Замечательный регент, наш, тоже известный и в Европе, Анатолий Гринденко. Фамилия на слуху. Да, Анатолий Тихонович Гринденко. Я помню, он первый еще в советское время организовал хор «Древнерусский распев», который популяризировал знаменную пения. Анатолий Тихонович и занимался этим. Вот так вот открыто. Да, и вот его формат, концерт-мастер-класс, мне кажется, очень важен. Потому что мне, на самом деле, не нравится сама по себе концертная форма. И вот отец Дмитрий всегда тоже делает акцент, что мы делаем не совсем концерты, а скорее встречи. Просто когда это объявляешь на широкую публику, не совсем понятно, что значит встреча. Поэтому мы все равно используем слово «концерт». Ну, для адаптации. Да, для адаптации. Но это скорее встреча. Вот концерт-лекция, концерт-мастер-класс, концерт-семинар – это как раз привносит то, чего не хватает концертом. То есть какую-то просветительскую составляющую. То есть по этому мероприятию все они не просто прийти послушать, а что-то узнать, чему-то научиться. И это тоже очень важно. И вот у Дарьи на этом концерте-семинаре как раз будет эта составляющая, которая поможет не просто услышать, а тоже что-то узнать глубже. Как знаменное пение применяется в современной богослужебной практике. Я хочу сказать, что очень важно иногда людям, проживающим, ну вот как, например, в Екатеринбурге, услышать, что их коллективы, их специалисты, их какие-то люди, которые так или иначе занимаются творчеством, не просто местечкового значения, а люди, которые, их деятельность оценена в том числе специалистами, вот как вы в данном случае, да, Санкт-Петербург знают. И получается, что вы рассказываете нам же о том, что у вас здесь есть вот интересные коллективы, интересные специалисты, руководители. Более того, кое-кто до сих пор в Екатеринбурге не знает, что есть в консерватории кафедра или отделение древнерусского певческого искусства. Я сам узнал об этом только в прошлом году, полтора года назад. И мы сразу же нашли контакты с консерваторией, и в том числе и консерваторию привлекали к нашим мероприятиям, чтобы хотя бы люди, желающие изучить знаменный распев, понимали, что они могут даже поступить не где-то, у нас есть и в Санкт-Петербурге такая кафедра, ДПИ сокращенно, но ехать далеко не надо. В Екатеринбурге есть консерватория, в которой есть вот такое отделение. Поэтому мы стараемся вам помогать, и нам это только в радость. Но еще отмечу такой момент, что все-таки фестиваль – это взаимобмен. Так ведь это некая такая вот… Мы начинали с этого общения, вот Маргарита правильно сказала, что скорее мы встречаемся, чтобы меняться опытом. Не посмотреть, кто лучше поет. А вот они лучше поют, а нет, лучше поют вот эти. Нет, мы меняемся опытом, обмениваемся нашей молитвой. Это общее дело – молитва. Поэтому кто-то так поет, кто-то иначе, и мы смотрим, как действительно друг другу помочь. И обучаются. Да, да. Поэтому вот наша задача скорее вот эта, некая вот действительно концертная деятельность – это не главное для нас. А главное действительно совместная молитва и общение. И помощь, взаимопомощь. Спасибо, Господи, батюшка, Маргарита, спасибо вам огромное. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы смотрите православный народный телеканал «Союз». Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»